Здравствуйте, уважаемые эксперты! Меня зовут Игорь Сергеев, и, к сожалению, за проблем с видеосвязью я не смог быть на онлайн-конференции, поэтому я записываю вам свой видеодоклад. Тема моего исследования звучит как восприятие мемов новостей молодежной аудитории, но перед тем, как поговорить именно об этом, я бы хотел дать небольшую теоретическую справку. Понятие мем впервые появилось в книге профессора Докинза. Книга эта называлась «Эгоистичный ген» и была выпущена в 1976 году. Исследователь определил мем как единицу передачи культурного наследия, что, безусловно, необычайно широко. Поэтому все дальнейшие исследователи постоянно пытались сузить то определение, которое предложил им Докинз. На этом слайде вы можете видеть примеры того, как различные исследователи определяли такое явление, как мем. Последнее из этих определений – мое, и это определение именно мемов новостей. Мемы новости я определил как эмоциональное высказывание насчет какого-либо события, которое либо происходит, либо уже произошло в мире. Это эмоциональное высказывание должно отсылать нас к образцам культуры в самом широком смысле этого слова, то есть к кинематографу, музыке, мультипликации, живописи и так далее, и выражаться при помощи графики. Несмотря на то, что между исследователями мемов достигнут какой-то консенсус в вопросе толкования этого явления, многие из них упускают следующий вопрос. Как воспринимает мемы аудитория? Исследований на тему восприятия мемов достаточно мало. И далее я покажу несколько исследований, которые показались мне интересными, и мы все увидим, что исследования в области восприятия мемов двигаются в рамках создания адекватной методологии. Так, например, в одном из исследований, целью которого было выяснить отношение молодежи к мемам, был использован метод фокус-группы. В результате исследователь выяснил, что мем для молодежи является способом отделить своих от чужих. Также для молодежи важно то, что мем помогает им установить контакт как между отдельными личностями, так и между небольшими социальными группами. Также существует особый язык для описания мемов среди молодежи, и все слова типа «ржу», «ору», «флекс», они тоже становятся своеобразным мемом. И несмотря на то, что молодежь приветствует использование мемов в повседневной коммуникации, мемы в маркетинговых коммуникациях их раздражают. Наверное, это связано с тем, что в маркетинговых коммуникациях зачастую используются устаревшие мемы, которые для молодежи уже не являются смешными. Во втором исследовании, которое было проведено антропологом Дэвидом Миллером, использован метод этнографического наблюдения. Миллер пытался понять, как люди воспринимают мемы, и выяснил, что, во-первых, мем помогает выражать собственные эмоции, а также он помогает установить доминирование одних ценностей над другими. По поводу эмоций. На слайде вы можете увидеть картинку с лягушонком Керметом. Также там есть английская надпись, которую можно перевести как «Ты сталкеришь мою страницу, потому что скучаешь по мне, но это не мое дело». Это не мое дело, это знаменитая фраза лягушонка Кермита. Эту картинку опубликовал парень по имени Роджер, который переживает расставание со своей девушкой. Но это было не просто расставание, а расставание из-за того, что его девушка изменилась его лучшим другом. Безусловно, Роджеру очень тяжело, но его друзья и знакомые считают его очень крутым парнем, сильным, пытающимся всячески показать свою независимость и безразличность к происходящему, но, безусловно, ему тяжело. И его же друзья сообщили, что его уже бывшая девушка иногда заходит на его страницу, чтобы смотреть и наблюдать за его жизнью. И поэтому специально для нее Роджер выложил эту картинку, где он признается в том, что ему безразлично то, что она по нему скучает, и тем самым он утверждает свою независимость, свою силу и то, что он может идти дальше, не оглядываясь на прошлое. В третьем исследовании, которое провела группа ученых университета Шеффилд-Халлом, была попытка выяснить, как на людей влияют суицидальные и депрессивные мемы. Что касается метода, то были использованы две фокус-группы. К первой относились люди, не страдающие депрессией, а ко второй относились люди, у которых диагностировано депрессивное расстройство. В результате ученые выяснили, что депрессивные и суицидальные мемы оказывают благотворное влияние на психику. На психику, конечно, депрессивных людей. Люди, у которых не была выявлена депрессия, нейтрально относились к суицидальным мемам, а люди, у которых была выяснена депрессия, они признавались, что депрессивные мемы вызывают у них больше положительных эмоций, чем обычные. Наверное, потому что это соотносится с их эмоциональным состоянием. Также ученые выяснили, что депрессивные мемы помогают людям с депрессией выражать свои эмоции, потому что у людей с диагнозом депрессия существуют проблемы с адекватным нормальным выражением своих эмоций. Они чувствуют себя социально дистанцированными и непонятными, и поэтому им сложно говорить о своих чувствах. Обвлекуя картинки депрессивной тематики в социальной сети, они могут тем самым заявить о том, что им плохо, без дополнительных усилий с их стороны. И также ученые выяснили, что депрессивные мемы могут создавать вокруг себя сообщество для поддержки людей с депрессией. На практике это работает следующим образом. Человек может опубликовать в своей социальной сети какую-нибудь картинку, посвященную депрессии или суициду, и в результате он встречает больше поддержки, чем негатива. Тем самым, публикуя подобный контент, выстраивается лояльная комьюнити, которая помогает переживать проблемы вместе. Что касается нашего исследования, мы решили немного сузить и сполитизировать, если можно так выразиться, нашу цель, и решили установить, понимает ли молодежь связь мема и события, благодаря которому появился данный мем. Мы пользовались методом анкетного опроса. Этот опрос мы разослали почти 300 людям в возрасте от 18 до 30 лет. В географии респондентов преимущественно была Москва. Мы выбрали три мемплекса, то есть три больших совокупности мемов, посвященных какой-то одной тематике. Среди мемплексов было «Дело Ивана Голунова», «Лесные пожары в Сибири» и «Московские протесты». Гипотеза нашего исследования выражалась в следующем утверждении. Мы посчитали, что молодежной аудитории свойственно не замечать связи между крупными событиями и мемами, порожденными благодаря ним. И наша гипотеза не подтвердилась, потому что по результатам исследования стало заметно, что молодежь понимает связь между мемами и событиями. Почему гипотеза не подтвердилась, наверное, мы подробнее объясним уже на результатах исследования. Что касается мемплекса «Дело Ивана Голунова», мы подобрали для анализа две следующие картинки. Одна из них отсылает нас к кадру из порно-ролика, другая к фразе из фильма «Зеленый слоник». И что касается картинки с кадром из порно-ролика, то здесь большинство респондентов признались в том, что они понимают, что этот мем посвящен делу Ивана Голунова. Безусловно, они установили и какие-то другие тематические элементы. Так, 6% посчитали, что мем в принципе связан с политикой. Почти 4% посчитали, что он связан с московскими протестами. Что в принципе логично, потому что, безусловно, связь между делом Ивана Голунова и московскими протестами в обыденном сознании присутствует. 6% посчитали, что мем никак не связан с событием. Кто-то выделил, что это мем посвящен делу сестер Хачатурян, или делу Егора Жукова, или делу Павла Устинова. Но большинство аудитории, конечно, решили, что этот мем, безусловно, отсылает нас к делу Ивана Голунова. Что касается второго мема, тут также большинство аудитории понимает связь между этим мемом и событием. 62,5% проголосовали именно за вариант дела Ивана Голунова. 11% посчитали, что этот мем никак не связан. И здесь уже пользователи пытались даже установить взаимосвязь двух событий, и дела Голунова, и кадра из фильма «Зеленый слоник». За этот вариант проголосовало 5%. Также кто-то отнес этот мем преимущественно к фильме. Но в целом мемплекс дела Ивана Голунова является самым понятным для аудитории. На мой взгляд, это связано, во-первых, с яркостью и растиражированностью самого слогана «Я, мы», который имеет, безусловно, долгую историю, относит нас к знаменитому концепту «Митту» и к фразе Кеннеди «Я берлинец». Об этой взаимосвязи признавались разработчики этого слогана «Я, мы». Но еще, на мой взгляд, мемплекс дела Ивана Голунова является самым узнаваемым за счет того, что он, в принципе, является и самым древним, если можно так сказать. На момент проведения опроса этим мемом с Иваном Голуновым было уже около полугода, и этот мем закрепился в сознании аудитории. Что касается мемплекса «Лесные пожары в Сибири», было отобрано следующие две картинки. И здесь уже не наблюдалось такого повального единообразия в ответах. Так, 60% посчитало, что мем посвящен пожарам в Сибири, но при этом были также и другие ответы. Кто-то посчитал, что он относится к экономике РФ, кто-то к пенсионной реформе, кто-то считает, что фраза экономически невыгодна, в принципе, высказывание политики, что действительно верно. Но это свидетельствует о том, что молодежная аудитория не так глубоко погружена в политический контекст, что они не смогли установить, некоторые из них не смогли установить, с каким событием этот мем связан. Также очень большой раздел в данном мемплексе под названием «Другое», о нем мы поговорим чуть-чуть позже. И также мы видим, что, что касается другого мема из этого мемплекса, то также 60% установили связь, и 16% посчитали, что он не связан ни с каким событием, 10% признали, что они не знают, и почти 8% также посчитали, что это высказывание какого-то политика. В разделе «Другое» скрываются вот такие ответы респондентов, которые вы видите на слайде. Неверная интерпретация этих событийных мемов, она связана с тем, что люди, свойственные соотносить мемы со своими проблемами, со своим эмоциональным состоянием, или просто, в принципе, пытались как-то обшутить исследование, потому что посчитали его несерьезным. Мы видим, что такое повальное соотнесение мемов со своим эмоциональным состоянием появилось благодаря фразе «экономически невыгодно», которая, вероятно, является очень актуальной для молодежи. И последний анализируемый мемплекс — это мемплекс «Московские протесты». Мы отобрали вот эти два мема. И что касается мема с парнем, который отнекивается от Конституции, то 35% посчитало, что он относится к поправкам в Конституцию, хотя на самом деле он, безусловно, относится к московским протестам и отсылает нас к поступку активистки Оли Мисик, которая показывала росгвардейцу текст Российской Конституции. Вероятно, такая ошибка связана с тем, что на момент проведения опроса тема внесения поправок в Конституцию являлась более актуальной, более растиражированной и крепко вцепилась в сознание аудитории, в результате чего, когда они увидели мем, который как-то можно привязать к этой теме, они посчитали, что он, безусловно, относится именно к этой теме. Со вторым мемом все немного лучше, но, опять же, менее половины поняла, что этот мем относится к московским протестам, 20% посчитала, выразила свое незнание по этому поводу, и 33% посчитала, что мем не связан ни с каким событием. Но было бы все слишком просто, и поэтому мы предложили аудитории мем, который не относится к московским протестам, но использует милитаристскую тематику. Это был следующий мем, посвященный событиям антикоррупционного митинга 2017 года. Мы видим оригинальную фотографию и мем. Также на меме мы можем увидеть резиновую уточку, которая являлась символом протестов 2017 года. И выяснилось, что 83% аудитории проголосовало за вариант московской протесты, и лишь маленькое количество людей, около 1 или 2%, проголосовало за вариант митинга 2017 года. Вероятно, такие результаты были вызваны общей милитаристской тематикой мема, ну и в принципе, такой способностью мемов, как их способность реактуализироваться. И перейдем как раз к основным выводам. Молодежь, во-первых, понимает связь мема-инфоповода в большинстве случаев. Во-вторых, происходит расщепление восприятия мема. То есть люди понимают, что мем может относиться не только к одному событию, но еще к какому-то другому. Например, как мы видели при анализе мемов «Я-мы», где люди указывали, что мем отсылает нас не только к делу Ивана Глунова, но еще и к кадру из фильма «Зеленый слоник». И также происходит актуализация мема через личностный опыт. Это мы наблюдали в мемфлексе «Лесные пожары в Сибири», где люди признавались, что фраза экономически невыгодна относится к их жизни, к жизни в России, и к многим другим вещам, которые важны именно им. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.